Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире «Повестка дня». Я Антон Попов, и сегодня у нас в гостях наш хороший знакомый, историк Сергей Сергеев. Добрый вечер. Сергей, есть вот очень интересный вопрос, который вызывает на самом деле немало ожесточенных споров, особенно среди русских националистов. Вопрос, естественно, исторический. Он касается понимания вообще роли Российской империи в истории нашего народа. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли считать, что Российская империя до 1917 года была либо национальным государством русского народа, либо, по крайней мере, развивалась в эту сторону? Вопрос действительно очень такой непростой и сложный. Скажем так, мне кажется, что и де-факто, и де-юро все-таки до 1905-1906 года, если в слово «национальное государство» вкладывать смысл, иметь в виду нацию как, собственно, политический субъект, да, с определенными правами, да, не как этнос, так сказать, да. Конечно, так сказать, русские преобладали в Российской империи, это действительно был народ, на котором империя держалась. Но вот с точки зрения именно понимания нации как политического субъекта, то до 1905-1906 года все-таки Российская империя не была русским национальным государством. Почему я беру, собственно, пятый-шестой год? Да, как рубеж. Да, пятый год, я имею в виду, прежде всего, манифест 17 октября 1905 года, по которому населению Российской империи, правда, не только русскому народу, так сказать, да, были дарованы политические права впервые. До этого, собственно, формально говоря, нации не существовало, если еще раз повторяю, опять-таки, нацию понимать как политический субъект. Да. Это раз. А шестой год, это принципиальная дата, это начало Столыпинской реформы. Это, наконец-то, предоставление реальных гражданских прав для большинства русского населения, для крестьянства. Потому что, ну, в общем, я здесь не скажу что-то нового, да, но очевидно же, что политическая субъектность того или иного народа связана прежде всего с развитием, ну, и гражданских свобод, и в частности, права частной собственности. Практически 80 и даже более процентов русского населения, крестьяне, не имели реально гражданских прав, не имели права частной собственности. Именно со Столыпинских реформ, с указов 36-го года начинается процесс обретения многомиллионным русским крестьянством своих вот этих самых прав, да. И оттуда, собственно, из этого массива, во многом архаичного еще крестьянства, бесправного, стал формироваться, ну, скажем так, обширный русский средний класс. Основа любого национального государства это все-таки средний класс, тоже, опять-таки, азбука политологии, так сказать. В России средний класс был очень слаб по ряду причин, и его подпитка могла бы произойти, и он мог бы стать действительно решающей силой социально-экономической и в дальнейшем и политической в стране, только благодаря освобождению крестьянства, когда бы из него поступали бы кадры в этот средний класс новые. Вот эти две даты, да, пятый-шестой год, они, как мне кажется, здесь были поворотными, и мне кажется, что в этом смысле Россия после этого действительно двигалась, несомненно, в сторону национального государства, но процесс не был завершен. Да, еще важный момент, еще важный момент, это в том же шестом году начался разрабатываться, наконец-то, проект всеобщего начального образования, чего тоже в России не было, так сказать. И без русской школы, которая бы захватывала подавляющее большинство населения, без всеобщего начального образования, опять-таки, речь о модерной нации, так сказать, речь не может идти. Недаром такое внимание уделяли и в Германии, и во Франции, так сказать, да, и помним слова Бисмарка о школьном учителе, так сказать, да, и то, как французы боролись со всеми местными там диалектами у себя во Франции, ужесточенные и так далее. У нас тоже боролись, скажем, с украинской мовой, тоже боролись, но что, этому же надо было что-то противопоставить, а система начального образования еще не была достаточно объемна, всеохватна. Поэтому вот этот еще третий момент, да, это переход к системе всеобщего начального образования, который, к сожалению, не завершился, был оборван войной, так же, как и другие процессы. Вот, а если говорить о более ранних этапах, то мы можем говорить о сдвиге, коренном сдвиге в сторону национального тоже государства при, конечно, Александре Втором. Тоже очень важный сдвиг, это, конечно, отмена крепостного права и все великие реформы Александра Второго. Все они были направлены в ту же сторону, но, к сожалению, эти реформы были половинчатыми, в том числе вот не решилась проблема как раз правового положения крестьян. Потому что, по сути дела, крестьянство оказалось в рамках общинной организации, которая как раз не давала возможности крестьянину пользоваться полноправно своей землей и просто быть вообще реально свободным человеком. То есть, по большому счету, вот общинная организация, начиная с 61-го года и до 5-го, 6-го года, так сказать, это был тормоз для дальнейшего развития нации. Потому что, понимаете, получалось, что большинство русского населения, каково было крестьянство, оно было, жило в особом режиме совершенно. Как бы законсервировалось. Да, оно законсервировалось вот в этих особых практиках каких-то социальных. И туда, по большому счету, ни светская культура, вот уже национальная в это время развивавшись, не проникала туда, ни новые социально-политические учреждения не проникали туда. То есть, особый совершенно мир, неполноправный по отношению ко всему. Ну, даже на фоне, на, так сказать, вот такой символический момент, но крестьяне подвергали телесным наказаниям до 304-го года. И это отмечалось всеми. То есть, он не был полноценным гражданином просто-напросто. Он не участвовал ни в политической, ни в общественной жизни, так сказать, да. И не мог распоряжаться ни собой, ни своим имуществом. Я не... Получается, у нас такая, как бы, отсчет назад, да. Ну, понятно, да, мы поскольку начали, да. Да. Смотрим дальше. Николаевское время, время Николая Первого. Но мы здесь видим, к сожалению, уже ситуацию гораздо худшую. Мы видим, что, во-первых, собственно, русские националисты того времени, славянофилы, за высказывание своих идей просто-напросто преследуются. Ну, да. Самарин Юрий Федорович попадает в Петропавловскую крепость за то, что он своим знаменитым сочинением письма из Риги заявил о том, что русские дискриминированы по отношению к немцам в Прибалтийском крае. Он сидит там две недели в Петропавловской крепости. Потом его лично с ним разговаривает Николай Первый. И он его все-таки отпускает. Вот, но это показательно, конечно. Подвергались и арестами, и другими, и другие славянофилы, значит, вплоть до нелепого требования к ним сбрить бороды, например. Требовалось даже это. При Николае Первом были некоторые элементы на уровне, скажем так, культурно-символическом движения в сторону, скажем так, к национализации империи. Или даже, скажем так, к русификации империи. Но они больше, на мой взгляд, были все-таки, имели характер такой декоративный. То есть, да, русский стиль в архитектуре, но все-таки это все-таки псевдо-русский стиль. Потому что, на самом деле, собственно, храм Христа Спасителя, при всем уважении, так сказать, к нему, это не стиль, он не стиль древнерусской архитектуры. Это псевдо-эзотический стиль, в основе которого, на самом деле, классицизм находится. Да, православие, самодержавая народность, так сказать, вся эта триада. Но ведь народность, на самом деле, при Николае Первом, это самый непонятный, собственно, самый непонятный элемент трехчленки. Конечно, ведь этот элемент трактовали очень по-разному в разное время. Конечно, конечно. И он очень размыт там был. И, в сущности говоря, вся эта формула, в конечном счете, сводилась, что народность трактовалась так, что содержание ее состоит в том, чтобы быть верным государю. Это была русская народность, смысл русской национальной идеи в том, чтобы быть преданным самодержавию. Вот и все. Поэтому недаром славянофилов, конечно, преследовали, поскольку они вкладывали в это понятие совершенно другой смысл. То есть мы видим противостояние идеи такой, ну, скажем, обобщенно, традиционно-феодальной, да, то есть принадлежность к государству, как лояльность определенному государю, скажем так, династии, лично правителю, да. Это противостояние с идеей нации, как именно гражданской политической принадлежности, общности людей. Конечно, да. И поэтому не случайно, что при Николае Первом, например, такое влияние, скажем, имело немецкое лобби, которое, опять-таки, себя трактовало с той точки зрения, что они верны именно государю, прежде всего. Да. И Николай Первый эту формулу принимал вполне. Немецкие, как он говорил, русские дворяне служат государству, немецкие нам. То есть династическая верность немецких дворян ему вполне устраивала. При том, что немецкие дворяне, оздейские дворяне, да, они чуждались и русской культурой, и русского языка, и вообще как бы не считали себя русскими, и совершенно не хотели, ну, как бы воспринимать себя как частью единой русской нации. В принципе, Николай Первый это вполне устраивало, и поэтому говорить здесь о националистической политике довольно сложно. Ну и, кстати говоря, по большому счету, даже и при Александре Втором эта система сохранилась, она начала, так сказать, меняться только при Александре Третьем, когда был действительно проведен ряд реформ в Озейском крае. Хотя и все равно не до конца автономия, во многом многие автономные учреждения там сохранились. То есть, получается, что Российская империя у нас, ну, если смотреть с момента ее зарождения, скажем так, да, образования, она шла по пути трансформации из государства, ну, в общем-то, называя вещи своими именами феодального. Лучше сказать династического. Хорошо, династического. Я в таких слов феодальной красе... Да, оно, опять-таки, очень многозначное, да. Да, слишком сложное. Его трактуют... Династическое, патримониальное, еще говорят. Да, согласен, согласен. Вот от такого династического государства в классическом, я бы сказал, стиле позднего Средневековья, да, если мы вспомним все вот эти гигантские империи в Европе, над которыми там солнце не заходило, они же тоже были построены по похожему принципу. Личная преданность государев, вне зависимости от крови, плюс религия, да. Вот от такого государственного образования, получается, Россия у нас развивалась в сторону модернизации, в сторону, ну, худо-бедно приближенную к, скажем так, западноевропейским образцам современным и ей. Да, разумеется, ну, здесь, скажем так, движение в сторону европейского государства у нас, собственно, традиционно начинается с Петра Первого, да. И, ну, на мой взгляд, все-таки это тоже было во многом скорее декоративная европеизация. Все же, здесь надо все-таки отметить, все же, какие бы ни были сильные абсолютистские монархии в Западной Европе, скажем, даже если взять французскую монархию, да, там все равно даже при Людовике XIV и XV существовал четкий совершенно концепт, что у подданных есть свои права. Это, конечно, правило нарушалось. Ну да, их периодически давили эти права, но никогда до конца. Но они все равно существовали. И есть очень хороший пример, чтобы понять вот разницу русского или российского абсолютизма, например, французского, да. Известно, что когда Людовик XIV умирал, он был в отчаянии, потому что он не мог поменять порядок престола наследия. Его наследник, по-моему, получается, даже правнук, да, Людовик XV, он был малолетним совершенно еще тогда. И по законодательству получалось, что регентом при нем должен был стать герцог Орлеанский, которого Людовик XIV терпеть не мог. И он очень не хотел, чтобы так произошло, так сказать, да. Но он ничего не мог поделать, закон был прописан. И, так сказать, при воцарении Людовика XV регентом при нем стал герцог Орлеанский. Просто достаточно сравнить с тем, как решил проблему престола наследия Петр I, да, с старевичем Алексеем. И, кстати, на эту тему у одного датского дипломата сохранилось донесение как раз, что в его присутствии Петр I как раз завел одним с ним разговором. Говорит, я не понимаю этого великого, я очень уважаю, даже поклоняюсь великому королю Людовику XIV, но как он мог доставить престол, как он мог регентство, вернее, оставить герцогу Орлеанского? Как он мог? Ну, тот ему стал сжать, ну, это же вот законы на это есть. Ну, ради великого дела, говорит Петр I, что такое там все законы? И, действительно, вот когда он понял, что Алексей, царевич Алексей, не будет вести политику в его духе, скорее всего, да, что он явно настроен аппозиционно к его преобразованиям, он просто его уничтожил реально. И мы до сих пор точно не знаем, как он был убит, но, скорее всего, он был все-таки убит, по сути дела, без суда. Вот, то есть, в этом смысле, конечно, при всей европеизации, вот этой внешней сущность российской монархии, она осталась вот та же, что и была и в московскую эпоху. Ну, конечно, постепенно, очень медленно, но европеизация проникала, и что-то менялось, так сказать, безусловно. Но, к сожалению, никак не решались наши, даже наиболее либеральные правители, взять Екатерину II, Александра I, сделать все-таки решающий шаг, пойти на ограничение собственного самодержавия. И на второй важнейший шаг это освобождение крестьян, потому что, конечно, крепостное право, это тоже был, это был, да, в Европе кое-где еще сохранялось крепостное право, но это был в 18 веке, да, но это был удел отсталых территорий, там какой-нибудь Мекленбург, там в Дании, да, было еще, и в Пруссии сохранялось, так сказать, но, конечно, ни в Англии, ни во Франции крепостного права уже не было. Вот, да, и поэтому, да, движение шло, и потом оно постепенно стало двигаться, так сказать, империя стала трансформироваться, конечно, в русское национальное государство, но процесс, действительно, шел очень медленно. Да, пробуксовое. Буксовое, потому что все-таки большинство наших императоров, ну, в общем, скорее сопротивлялись, чем способствовали. И вот, просто ради интереса можно сравнить, как быстро сумели, например, провести модернизацию своей страны японцев, там, так называемая революция Мейзи, когда четко поставлена цель, за буквально, там, пару десятилетий были приведены радикальнейшие реформы. Кстати, уже к концу 19 века в Японии была практически всеобщая система начального образования. Но, с другой стороны, в том, что наши императоры сопротивлялись, этим процессом была определенная логика. Нельзя считать, что это вот просто они так, от глупости. Нет, конечно, конечно, совсем нет глупости. Да, логика, на самом деле, очевидная. Романовы, да, впрочем, и Рюриковичи, собственно, прежде всего, ощущали свое государство как государство военное. Мы, собственно, сейчас давайте, может быть, мы даже вернемся отчасти к тому, о чем говорили в прошлый раз в связи с Переславской радой. И как раз это напрямую, как бы, к тому, что к этому относятся. Поскольку, действительно, Российская империя с ее спецификой начинается именно с присоединения Малороссии. Так вот, после того, как после смутного времени Московское государство ожило и стало снова сильным, оно вступило на путь бурной экспансии и присоединяло к себе территорию за территорией. И логика же была такая, это понятно, это проставила военная логика. Ту территорию, которую хочешь к себе привязать, надо ей дать какие-то льготы. С учетом другого совершенно положения этих территорий. Та же самая Малороссия находилась в составе сначала Великого княжества Литовского, а там Польши, где были другие порядки. И они, конечно, к московским порядкам весьма жестким, по крайней мере, для элиты, для среднего класса. Они к этим порядкам не были готовы. Поэтому, естественно, как мы уже говорили тогда, что были даны целый набор льгот, прав Малороссии. И она существовала более столетий, как действительно областная автономия. Кстати говоря, даже рекрутская повинность до конца XVIII века на Малороссов не распространялась. И потом, правда, при этом, конечно же, императоры не ставили своей целью. То есть они не хотели специально облагодетельствовать эти окраины. Или специально дискриминировать центр. Да, или специально дискриминировать центр. Разумеется, такого цели не было. Но вот эта логика постоянного расширения империи диктовала все время для каждой очередной окраины какие-то льготы. И постепенно, конечно, эти окраины инкорпорировались в состав империи. И эти льготы утрачивали. Ну вот в течение ста лет приблизительно утратила Малороссия, например, эти льготы. Но вот, например, при Петре присоединяется Прибалтика, где давно существуют эти корпорации немецкого дворянства. Которые имели громадные права и практически все местное управление в их руках. Петр подтверждает эти привилегии. И вплоть до Александра Второго вообще даже вопрос о отмене этих привилегий не встает. Вернее, нет, Екатерина Вторая их отменила, потом Павел восстановил. Потом он поднимается снова при Александре Втором. По большому счету сделать ничего невозможно. Александр Третий, тем не менее, эти привилегии во многом убирает. То есть тоже длительный процесс. Но дальше мы смотрим Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия. И везде так или иначе сохраняется льготный режим. Либо определенные права, либо налоговые льготы. Вот сейчас, кстати, перейдем к налоговым льготам. Да, Финляндия, разумеется, конечно же. Финляндия, которая вошла вообще на правах конституционных. Финляндия вошла, имея свою собственную конституцию, которую Российский император присягал. Как, впрочем, первоначально он присягал и польской конституции. У нас парадокс в империи, где не было конституции самой у нее, а две окраины конституции имели. Так вот, перейдем к налоговым льготам. Налоги ведь вещи чрезвычайно важны. Понятное дело, что если где-то недособираются они налоги, и кто-то их восполняет. Так вот, эти кто-то, наверное, нетрудно догадаться, это был русский центр, конечно. Ну да. Опять-таки, в этом нет... Не по злому умыслу это сделано. Не по злому умыслу какого-то специального отяготимка русских. Но поскольку русские сформировались внутри московского государства, в котором действительно были довольно вот такие жесткие условия по отношению к подданным со стороны власти, и они не имели прав оспаривать налоги. Кстати, это любимая игра, скажем так, политическая европейских народов, оспаривать налоги. Вспомним английский парламент, генеральные штаты во Франции, Кортесы в Испании и так далее, и так далее. У нас не было такого учреждения, с которым бы наши государи совещались бы о налогах. Даже земские соборы таковыми все-таки не были. Тем более, они достаточно быстро угасли. И как результат этого, раз нет политической силы, которая лоббирует интересы чьи-то, то, соответственно, это просто простой закон власти. Власть, если ей ничто не препятствует, она абсолютизируется. Это совершенно практически биосоциальный факт какой-то. У русских таких структур не было. И в результате налоги действительно определялись совершенно произвольно. И в результате, что мы видим? Я все-таки без цифр здесь не обойтись, поэтому я просто, чтобы было понятно, что я имею в виду по поводу налогов. Ну вот, например, в 90-х годах 19 века, то есть в конце 19 века, на Кавказ государство тратило до 45 миллионов рублей в год. Получало 18 миллионов. То есть дефицит был 27 миллионов рублей. Этот дефицит покрывало, естественно, Великой Россией. Что это значило на картинке, чтобы было ясно? Вот просто есть у нас документы на этот счет. Вот есть рапорт управляющего Бакинской казенной палаты Пушкарева. Это начало 1880-х годов. В нем говорится в этом рапорте. «Несравненно богатейшие жители Закавказского края по сравнению с какой-нибудь Новгородской или Псковской губерниями, жители которых едят хлеб с Мекиной, платят четверо меньше, в то время как голодный мужик северных губерний обязывается платить за богатых жителей Закавказья все непокрываемые местными доходами потребности по смете гражданского управления, не считая военной». Это официальный документ. Другие цифры по Туркестану, например, тоже здесь будет с официальным документом. Скажем так, с 1868 по 1881 год из Туркестана в государственное казначейство поступает почти 55 миллионов рублей дохода, а израсходовано на него 140 с лишним миллионов. То есть почти в три раза больше. Как говорится в отчете ревизии, Туркестан разницу изъял за счет податных сил русского народа. И вот это 1879 год. Полковник Куропаткин, это будущий военный министр, сообщает в отчете военному министерству. «Оседлое население Туркестанского края по своему экономическому положению стоит в значительно лучших условиях, чем земледельческое население России, но участвует в платеже всех прямых и в особенности косвенных сборов гораздо слабейшей пропорции, чем русское население». Возьмем Финляндию, которая практически за немногими элементами практически была самостоятельным государством, ввела совершенно самостоятельную торговлю с Германией. И экспорт зерновых из Германии в Финляндию превышал, во много превышал экспорт из России, собственно говоря. То есть они предпочитали немецкий хлеб покупать, положим. Там в Финляндии жило всего 0,2% русских. Это самый маленький показатель присутствия русских на окраинах империи. Финские товары в Центральной России не обкладывались пошлинами. Русские товары обкладывались пошлинами. В одну сторону только работали ограничения. Получается, что, в общем, да. Или, например, православные не имели права, например, в Финляндии преподавать историю. А финны могли, не меняя религии, преподавать историю, где хотели. Понятно. И вот такой публицист Константин Скальковский, это газета «Новое время», то есть это вполне правая такая газета, националистическая русская, в конце 19 века он писал с иронией, с такой злой иронией, что когда я говорю о равенстве нашим с Финляндией, на русских областей, то я вовсе не призываю уравнять Финляндию с обыкновенной русской губернией. Ибо выдержит ли какая-нибудь наша губерния даже отдаленное сравнение с Финляндией, взять хоть Черниговскую, находящуюся в несравненно лучших климатических и природных условиях? Где в последний университет, масса учебных заведений, газет, отличные дороги, фабрики, производители, с которых известно в целом мире? Где благоустроенные города, освещенные газом, порядок уважения к закону и так далее? Так можно ли серьезно толковать о насильственном обращении Финляндии в русскую область? Это значило бы отодвинуть Финляндию на степень Аланецкой, Архангельской или Вологодской губернии, умирающих с голоду среди гигантских богатств, их окружающих и лежащих мертвым капиталом. Разумеется, здесь есть некое преувеличение политическое. Конечно, да, он немножко утрирует наверняка. Да, но смысл понятен. И, в общем, то же самое и с Польшей, в общем-то, было. Если поляки бы не подняли эти свои восстания и 30-го, и 63-го года, Польша бы и дальше, скорее всего, существовала вполне успешно в качестве вот этого государства со своей конституцией, со своей армией, со своим Сеймом. Опять-таки, за счет России там же строили дороги в Польше, при том, что это было после как раз 2012 года, Польшу присоединили в 2015 году, в то время, когда Россия была разорена войной 2012 года. Александр I отказался взять из французов контрибуцию 18 миллионов франков, которые, как раз, можно было вообще-то потратить на... Восстановление. Да, на восстановление центральной России. Но вместо этого он тратил деньги на Польшу. Ну и вот еще, боюсь злоупотребить цифрами, но все-таки они уж больно говорят хорошо, много чего. Значит, в целом, если говорить о положении русских центральных районов, скажем, в 1868-1871 годах русские центральные земледельческие районы, приносившие 10,3-10,4% дохода, расходовали при этом на себя 4,6% от общего бюджета. Пребязательно такие же показатели были и дальше. В общем, посчитали тогда эта тема вот эта очень в конце 19-го, начало 20-го века обсуждалась о скудении центра. Получалось, что в среднем на душу населения в губерниях Европейской России приходилось в 1,3 раза больше прямых податей, чем в Польше, в 1,6, чем в Прибалтике, почти в 2 раза больше, чем в Средней Азии, в 2,6 раза больше, чем в Закавказье. А коренное население Сибири, вот сибирские малонароды, платило государству в 2,10 раз меньше, чем русские крестьяне. В среднем налогообложение великорусских губерний в сравнении с национальными окраинами было больше на 59%. Понятно. И как итог этого, как результат этого, вот некоторые тоже показатели качества жизни. Это посчитал Борис Николаевич Миронов, современный замечательный историк, который издал вот такой трехтомный сейчас труд Российской империи. Причем эти цифры совершенно объективны в том смысле, что Миронов как раз поклонник Российской империи. Он как раз этим известен. Но вот он дает данные, почитал, например, среднюю продолжительность жизни у русских. в конце 19-го века 28,7. Смотрите, у немцев 45, у латышей 45, у финнов 44,3, эстонцы 43,1, литовцы 41,8, поляки 41, евреи 39, украинцы 38,1, и даже молдаване 40,5, белорусов 36,2, башкиры 37,3, татары 34,9, чуваши 31, а в среднем это ниже продолжительности жизни для 14 народов империи. Она составляет для 14 народов империи 32,4. Другой важнейший показатель образования. В конце 19-го века русских умеющих читать было 29,3. Для сравнения финны 98,3, эстонцы 94,1, латыши 85, немцы 78,5, евреи 51, литовцы 48,4, поляки 41,8, греки 36,7. Из европейских народов от великороссов отставали русские и украинцы 18,9. И так далее. Цифири можно приводить еще много, но она и так совершенно показательна. Проблема получалась вот в чем, что мы говорим и тогда о национальных вопросах в империи, что были очень много сложных национальных проблем. Но на мой взгляд центральная проблема была именно русская. Потому что о чем писали тогда многие националистические публицисты того времени, что центр проваливается. При провале центра и империя не устоит на самом деле. Потом когда дальше пошел процесс русификации Российской империи, по крайней мере с конца 19 века он наметился, нужен же был агент русификации, состоятельный, полноправный и грамотный русский мужик. А вплоть до 5-6 года он был в основном и неграмотный, и неполноправный, и не имел права распоряжаться своей собственности. Грубо говоря, русским-то было жить не очень-то и выгодно. Вот два просто потрясающих маленьких факта, которые говорят сами за себя. Вот например, это было при Павле I в немецких колониях, которые Павел I очень, так сказать, опекал. Я цитирую это, кстати, публикация вполне правого консервативного публициста Велицына в консервативном журнале «Русский вестник». Так вот, при Павле I в немецких колониях было предписано закрыть все казенные питейные заведения, потому что было замечено, что там, где они существуют, колонисты становятся менее домовиты и дворы хуже устроены. Далее, внимание, кабаки же было решено перенести в русские селения. Велицын комментирует, заобитатели этих селений очевидно не опасались ни в смысле уменьшения их домовитости, ни в смысле ухудшения их хозяйств. Понятно. И другой пример из дневника члена государственного совета Половцева, это 1901 год, то есть век спустя. Он рассказывает об обсуждении в государственном совете такого вопроса. цитирую дневник. Забайкальский генерал-губернатор представлял о том, что по существующему для бурят порядку они не могут быть подвергаемы своим начальством телесному наказанию, тогда как находящиеся в той же местности русские переселенцы подвергаются телесному наказанию по приговору своих властных судов. Вот эти такие яркие картинки они очень конечно в этом смысле показательны. Если мы строим национальное государство, то если мы сопроводим русификацию, то что должно быть главным побудительным стимулом? Главным побудительным стимулом должно быть нерусских народов. Уподобиться собственно говоря русскому народу. Потому что это выгодно. Да, потому что это выгодно. Но здесь же получается никакой выгоды. Нет, разумеется была русская элита, которая жила замечательно. Но это 2-3% русского элита. Ей собственно не предлога или уподобиться. Да, ну и кстати говоря даже там если обратиться к элитной ситуации в элите и там были проблемы. Мы уже упоминали проблему с немцами. Вот Самарин член русской элиты. Его личным преемником откупили был сам Александр Первый. То есть это человек из высшей аристократии. И он загремел в Петропавловку за конфликт с немцами. И там без гарантии. Да, и там без гарантии. То есть вот эта сложная имперская структура создававшаяся конечно ради расширения имперской мощи она русским стала боком. И конечно то что именно революция это все-таки конечно можем сколько угодно говорить о том что там евреи сделали революцию или английские агенты но без вот этого массового народного возмущения которое было и в пятом году и в семнадцатом году так сказать ничего бы не произошло никакие бы агенты ничего бы не сделали и откуда это возмущение опять-таки именно потому что вот держали народ в архаике в темноте в безграмотности в неполноправии ну конечно в стране где нет проблем революции не происходит разумеется скажите по-вот будет ли правильным чтобы подытожить наш разговор сказать примерно так что проблема основная российской империи заключалась в том что потребность кстати осознаваемая потребность строительства русской нации насколько я понимаю она ведь по сути осознавалась в верхах ну как минимум уже с тридцатых я думаю годов девятнадцатого века конечно да так вот эта потребность вступала в противоречие с устоявшейся военной и административной логикой самой империи да так сказать я думаю можно да разумеется и да во-первых я добавлю и с династическим принципом самой этой империи да то есть с ее можно сказать традициями да проблема была безусловно в этом и перестроить это было все очень сложно для этого требовалось все-таки очень решительные какие-то шаги а даже понимая эту проблему русский император и там ну тот же Александр Второй явно колебались это видно его в отношении с поляками ну просто это долгий отдельный вопрос просто есть замечательный документ периода польского восстания где Александр Второй там сначала написал там там слово русская нация потом вычеркнул оставил там переставил все-таки Российская империя так сказать да понятно да ну что ж я думаю что это хороший такой достаточно краткий и внятный ответ на поставленный вопрос я вас благодарю Сергей благодарю наших зрителей спасибо надеюсь что сегодняшний наш разговор прояснил некоторые вопросы для многих всего доброго спасибо большое до свидания спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»